На автомагистрали Ахмедбейли-Физули-Шуша, фундамент которой был заложен 14 января, во время поездки президента Ильхама Алиева в Физулинский район, началось строительство тоннелей. За счет мостов и тоннелей, которые будут построены на участках дороги, проходящих по территории со сложным рельефом, ее протяженность составит 84,6 километра. После этого на трассе планируется строительство разноуровневых дорожных развязок. На дороге строится семь тоннелей, включая тоннель, фундамент которого был заложен главой государства 14 июня на участке трассы Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящем через село Дашалты. Суммарная протяженность строящихся тоннелей составит 6,3 километра, ширина 12 метров. Работы на въездах в тоннели, длина которых составит от 360 до 3300 метров, уже завершены. В настоящее время продолжаются работы по вывозу грунта из тоннелей. В рамках проекта также планируется строительство девяти виадуков, и соответствующие работы уже начались. Первый 48-километровый участок автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящий через крупные населенные пункты и огибающий лес Табхана, будет иметь шесть полос движения, а участок трассы с 48 по 84 километр 4. Строительство этой дороги осуществляется в четыре этапа. Это участки до 17-го километра и от 17-го до 34-го километра, которые строят две подведомственные газагентства автомобильных дорог организации. Участок с 34-го по 51-й километр, строящийся ООО «Азвирт». Участок с 51-го по 84-й километр, который строит турецкая Коулин-Иншат. На участках трассы до 3-го километра с 34-го по 37-й километр и с 51-го до 53-го километра завершены земляные работы. Также в настоящее время земляные работы ведутся на участках с 17-го по 42-й и с 51-го по 84-й километр трассы. В то же время на 49-м километре дороги началось строительство моста. Строительство автомагистрали Ахмедбейли-Физули-Шуша, которая берет свое начало с автомобильной дороги М6, Гаджигабул, Бахрам-ТП, Миндживан, Газграница Армении, проходит через территории освобожденных Физулинского, Хаджавенского, Хаджалинского и Шушинского районов, планируется завершить в течение 2022-го года. Продолжение следует...